Тема прогрессивных налогов в нашей стране, пожалуй, такая же вечная, как и борьба с эмиграцией. Однако ВОЗ, как говорится, и ныне там. Теоретически, изменение налогообложения должно сократить социальный разрыв, который у нас самый большой в Евросоюзе. Богатые будут платить больше, бедные, соответственно, меньше. Вот и народные избранники сегодня в очередной раз задумались, а не пора ли нашей стране переходить на принципиально новую модель, который успешно действует во множестве развитых стран. Очередной план уже лег на столы депутатов. Чем больше у человека годовых доходов, тем больший налоговый тариф будет применяться. Сейчас же подоходный налог больше всего собирается с лиц, которые получают средние доходы. Это несправедливо. Предложение народного избранника следующее. Чьи доходы в год не превышают 20 тысяч евро, те продолжат платить 15% подоходного налога, как сейчас. Если зарплата выше, но не больше 30 тысяч евро, то тариф возрастает на 1%. И так далее. Потолок – 18% для жителей, чьи доходы свыше 40 тысяч евро. Все это политик предлагает ввести уже в 2019 году. Похоже, реализовался налог на роскошное недвижимое имущество, когда вначале налогом обложили только самые дорогие квартиры. Позже эту планку снизили, и у жителей не было шока. Подоходный налог увеличился бы незначительно. И это был бы первый шаг прогрессивным налогам. Правда, это только в теории. Противники прогрессивных налогов кивают в сторону теневой экономики. Примеры благополучного Запада – это, без сомнений, замечательно. Но менталитет нашего общества несколько отличается от законопослушных европейцев. А значит, всегда существует и риск, что сегодняшние богачи вдруг превратятся в скромный средний класс. А в бюджете срочно придется латать дыры из-за недополученной с налогов прибыли.